Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Trader Life Simulator в предыдущей серии. Мы, значит, очень долго нихрена не происходило у нас, и я поиграл, посидел немножечко. Мне, конечно, написали, что, может, ты это самое... читаем, там воспользуешься, но нет, спасибо. Я пока что не буду им пользоваться. Может быть, да, серии через две, всё возможно. И, кстати, да, подпишись на канал, поставь лайк, прокомментируй, и в ссылке будет... Ссылка на мой Patreon, как бы мне предложили это всё сделать. А я решил добавить ссылку на Patreon, и там ты можешь сделать пожертвование для моего канала, соответственно. Вот. И человек, который искал меня и писал, что есть ли у меня ВК. Есть ВК, но я его тебе не дам, потому что пока что нет. Зайди в раздел о канале и посмотри, там есть почта. На почту можешь мне написать. Специальная почта для того, чтобы мне писали. То есть вы можете мне писать на почту что-либо, и я вам отвечу без проблем. А так, все остальные вопросы я буду... На все остальные вопросы я буду отвечать в... Либо же в комментариях, если они какие-то реально важные, ну, какие-то такие, знаешь, простые. А если нет, то я буду это делать на видео. То есть в каждом ролике я буду отвечать на вопросы и на ваши предложения. Значит, мне написали, что ты топчешься на месте из-за того, что, мол, головой своей не думаешь. Но я так не считаю, потому что здесь особо думать головой нечего. Здесь нужно просто покупать и продавать. Больше здесь делать ничего не нужно. И чем больше твоя прибыль, тем больше ты купишь, тем больше ты продашь. Соответственно, прибыль будет больше, но не больше определенного уровня. Потому что больше клиентов обслужить наш кассир элементарно не может. И в этом поможет второй кассир. Соответственно, он будет продавать в два раза больше. То есть поможет продавать в два раза больше товара. И, соответственно, нужно закупаться будет в два раза больше товаров. Закупать надо будет в два раза больше товаров. И это достаточно будет сложно, если кассир второй этим заниматься не будет. Я поиграл немножко. Я тут понапокупал всякой ерундистики. То есть это все не так дорого, но коробки у меня есть. В этой серии я планирую Планирую, пойдем сбросим на карточку денежек Немножечко, чтобы Оплатить можно было зарплату Зарплату мы оплачиваем 50 долларов И 150 давай на карту кинем Чтобы было, чтобы просто было 150 мы оплатим Электричеством Потому что на карте у меня, как видишь Ничего нет Да, кстати, я погасил кредит Как видишь, можно взять ссуду 1000 долларов И я пока не знаю, стоит ли ее брать Потому что, ну да, для чего А для чего? Суда мне нужна Для чего? Для того, чтобы купить машину Машина стоит 1500 Пикап стоит, 2500 стоит грузовик И опять же, я уже говорил Я не понимаю, какой смысл от этого грузовика Если в грузовик Не влезает больше То есть не влезет больше Здесь также можно нагрузить Смотри, какая огромная машина На нее можно сверху накидывать, сколько влезет Если ты просто не смотришь до конца видео То, ну, посмотри до конца видео Там во многих есть Моменты, где я докидывал просто вот Аж по самой не балуйся Я вот вчера, по-моему Я играл Вечером сел поиграть Чтобы вот немножечко хоть развиться Здесь, чтобы это делать не на видео Я ничего нового не сделал Я просто покупал, продавал, покупал, продавал Сделал Прожил, наверное, дней 5 И погасил кредит в 600 долларов И накопил вот пятихаточку То есть Очень мало здесь прибыли чисто Я считал Я не знаю, на видео это я считал или нет В день прибыль Около 700 долларов Продажи на 700 долларов Из них, соответственно 100 На свет Точнее, 100 150 на свет в 3 дня Раз в 3 дня И 50 долларов в день На сотрудника А это много На поездки Амортизация машины И на закупку Там, получается, чистые прибыли Где-то 200 долларов А это крайне мало в день Я слушаю просто У меня компьютер Гудеть опять начал Потому что Игра хоть и не графонистая Но она очень-очень-очень-очень Много Потребляет видеопамяти Частота у него просто Взлетает по самой неболусе И он начинает гудеть Как будто он дикий какой-то Я не знаю Какого-то там турбина стоит Это что такое? Опять показалось Ладно Смотри Смотри Мы сейчас Возьмем вот эту газировку Поставим ее вот сюда Если можно Да, можно поставить ее сюда Продаем ее потихонечку Накопили уже 561 доллар И сейчас нам придется поехать За За Это вафли Они Они нам не нужны И сейчас Нам нужны Нужно молоко Обычное И Шоколадное По-моему у меня его здесь нет Баклажан, горох, сладкий кукуруз Чай, яйца, кола, чипсы Кола, чипсы То есть Две Две пачки кола Две пачки чипсов У меня здесь Кто-то написал Очень Не знаю Может быть неосведомленный Зачем тогда ты пишешь Если ты Особо не знаешь Здесь Есть Разница Будет ли стоять товар В холодильнике Или же не будет Потому что Когда я Обновлялся То есть У меня какое-то время Не было в игре И какое-то время Я отсутствовал Просто в АФК стоял Товары На полке Ты посмотри Сейчас третью серию Или четвертую Я не помню Как в начале В самом Я собирал с полок Товар Пакетики такие Там Было написано Что мало Испортился товар То есть Если ты будешь Ставить молоко Вот здесь вот То Ну Элементарно Оно у тебя испортится Давай прибыль И мы пойдем Поедем к жаберу К жаберу поедем Кстати да Надо посмотреть Что нам нужно купить Масла нам не хватает Уже масла мало Яблоки есть Макароны есть Яйца есть Кукурузные хлопья Пока еще имеются В шоколад Есть рис Есть А баночки Все вот эти вот Тунец Баклажаны Кукурузы Горох Оливки Соуса нет Соуса нет Масла нет Значит Чипсы есть По химии Немножечко Добавить Нужно будет Очищаемое средство Ну В целом То не так страшно Да Еще посоветовали Не закрывать магазин Давайте попробуем Не закрывать магазин Хотя бы один денек И будет Наверное Что-то Что-то будет Наверное Еще я наверное Буду Я решил Что я буду Вырезать Из видео Ночь И поездки На автомобиль То есть Вот эту поездку Мы оставим Потому что Я разговариваю Сейчас с тобой А вот Следующая Следующую Я вырежу И тогда Получится Будут получаться Оптимальные По длине Оптимальные По длине Видео И тебе Приятно Что не трачу Время Твоё Вот этими Вот поездками И ночью То есть Пять минут Можно каждый день Спокойно вырезать Потому что Потому что Я очень много езжу И очень много Времени провожу В поездках Даже До того же Самого дома Блин Я А кстати Написали Что можно не есть То есть Единственное Что мы теряем Это бег Да Я тоже С тобой согласен Полностью Что можно Не есть Но тогда Я буду ходить Вот так А это очень 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 Медленно И я прям Не знаю Меня прям Бесит Но Денёк Можно наверное Не поесть Он будет урчать Животом своим И Медленно ходить Единственное Конечно Неприятная Часть Этого всего Да что такое Поставь Хочу заметить Что можно ставить Как угодно Главное Чтобы он касался Машин Шоколадное молоко Тоже возьмём Морепродукты Я не знаю Мне нужны Или нет То есть Они как бы Там уже заканчиваются Там три пачки Осталось Если я не ошибаюсь И давай-ка Их тоже возьмём Ну чтобы были Пусть люди Покупают Если что Мы лучше в коробке Их оставим Чтобы они не занимали Личного места По химии У нас Вот это вот Заканчивается Заканчивается Именно заканчивается Не отсутствует А заканчивается Ещё у нас Нет масла Масла мы не купили Или купили Подожди Чё-то я забыл Клубничное печень Молоко Нет Не купили мы Масла Масла мы не купили Я знаю Что я не могу бежать 232 доллара У нас имеется То есть я не вижу Необходимости Какой-то В грузовике Потому что Вот видишь Машина И она Просто стоит И ждёт Пока мы на неё нагрузим Всё что у нас Будет иметься Всё что мы купим Мы на неё положим И она поедет Потому что Ей всё равно Сколько на ней товаров Лежит Машина такая хорошая Это в первой серии Мы сидели И Придумали себе Проблемы Из-за того Что у нас Не влезало что-то в машину Сейчас мы не паримся Мы просто берём И Затариваемся Шампунь у нас По-моему Тоже не было Если есть То будет ещё Ничего страшного В этом нет Писали что Клади товар на тележку Попробуй купить Этот Тележку В магазине Которая там Обычная Покупательская Нет Она не покупается Покупается Единственная Вот та вот Рыжая тележка Но она у меня уже есть Я её уже купил И вот тут вот Она вообще Бесплатно Поставляется Можно сказать так Тунца у нас Нет Но он 55 стоит Ну почти нет Там 5 баночек Ой 4 Или 3 Сколько там Короче баночка осталось Но я думаю Пока ещё не будем Покупать его Очищающий спрей Не помню Есть он у меня Или нет Но пусть будет Как бы хуже От него не станет Никому Даже если мы потратим Деньги на него Это Подумаешь Что мы ещё не купили Из химии Чистка туалета Спрей Отбеливатель Мытьёру Шампунь Стеральный порошок Вот это мы не купили Вот этого нет Вот этого отбеливателя У меня нет Если ты хочешь сказать Мне нужен грузовик Смотри как хорошо Всё помещается В мою маленькую машину Так вот Мы приезжаем В магазин наш Не наглее конечно Заезжаем просто Заехали Класс вообще И что делать теперь И как мне теперь жить Классно Ты хочешь сказать Мне нужно выйти А можно как-нибудь Чуть-чуть Вот хочешь Шевельнуться Нет И вот Знаешь что произошло Произошло следующее Меня просто зажало В этом В этом чудесном Месте Между стенами И хочу заметить Что этот день Только начался Мы накупили Всяких товаров Сохранил Автосейвом Всё сохранилось Время Я так понимаю Сохранилось Ну взялось С предыдущего Момента Покупки Покупки Взялись С момента Когда мы играли И Что-то здесь Короче Тут намудривость И получилось Вот как получилось Все статы Остались Всё осталось Кроме Покупок Наверное Может быть Прибыль то есть Или что Или нет Или тоже Есть прибыль Прибыль тоже осталась Можно короче Вот так вот Дни Как-то сказать 19 Следующий день Что-ли Загрузился Я не понял Скорее всего Да Скорее всего Следующий день Загрузился Мы накупили Коробок И я Блин Это дичь Конечно Ходить так Пешком И я хочу Поесть Уже Сходить Но Давай тогда Один денёк Вот этот Вот походим Пешком Посмотрим Сколько прибыли У нас это всё дело Ну как Сэкономит Это 90 Долларов Или сколько 65 65 сэкономит Долларов Кажется 65 долларов Тоже на дороге Не валяются На них можно Купить две коробки Какого-нибудь Не знаю Какого-нибудь товара Так А можно катать Тебя теперь Или нет Подожди И что теперь И как быть теперь Подожди Ну Коробка Ставься Что такое-то Ай Ладно Что я Придумываю Ну что такое Ой А где вторая Она осталась Ну и правильно Конечно Зачем она нужна нам Минус 50 Я же клал Подожди Я же клал На Банк На банковский счёт Деньги А Хреново Это короче Баг С этим Временем Потому что У меня списали Второй раз Зарплату Сотруднику И Теперь у нас Минус 50 На банковском счёте То есть мы ещё В минус ушли Блин Ну это конечно Неприятно Ещё неприятно То что я застрял В стене Это вообще Никуда не годится Морепродукты Мы будем расставлять Сейчас Но они у нас есть Поэтому Риса тоже у нас Вагон Пока что мы его Поставим вон туда Он нам пока Не нужен Кстати вот что это Такое Моющее средство Давай его поставим Вот сюда Клубничное печенье Вот оно нам нужно Потому что у нас Его вообще нет И люди его просили Морепродукты Мы выложим Сейчас шоколадное молоко Мы тоже выложим Соус мы тоже выложим Соус вон туда положим Пойдём Клубничное печенье Разложим Чтобы В ассортименте Оно было Кстати масло У меня не прошло Покупкой Понял Вот что я не купил Самое важное В общем я не купил Это масло Зачем я Собственно Можно сказать И ездил Ещё написали Что Не надо заказывать Дешёвые товары Заказывать дорогие А зачем вообще Надо заказывать Если я езжу За дешёвыми В любом случае Почему бы их Просто не покупать Ещё и дорогие Зачем тратить На Доставку 10 долларов Хоть и за дорогой товар Если можно Сэкономить Эти 10 долларов И элементарно Ну на ниже И остаться в плюсе Это Не практично Абсолютно То есть Либо я заказываю Либо заказываю Но пока что Я придерживаюсь Стратегии Не заказывать Ввиду Бессмысленности Нет смысла Заказывать товары За них Просят 10 долларов За каждый За каждый товар 10 долларов Ты представляешь Я сейчас взял Сколько там Пусть даже 8 коробок Это 80 долларов Я можно сказать Сэкономил В день 80 долларов В день А в неделю Я сколько так Сэкономлю Да это ж куча Куча товаров Куча денег Экономится Все экономится Нужно экономить Тем более В нашем бизнесе Это Очень важно Нужно наоборот Подешевле купить Чтобы продать Подороже А то получается Какая-то это Какой-то нечестный Бизнес получается Вот в холодильнике В холодильнике Три штуки Но нам уже Ставить Их никуда Некуда ставить Ну пусть вот тут Вот морепродукты Рядом с молоком Шоколадным Стоят Чё аж Никому хуже Это сделают Правильно Правильно Никому Моющее средство Мы поставим Вот сюда А вот оно Моющее средство У нас остался Всего один тюбик Поэтому Не зря мы его купили Не зря конечно же Рис Баклажан Горох Сладкий кукуруза Чай Яйца Кола Нет Мне это всё не нужно У меня есть огурцы У меня есть Печенье Клубничный соус Пойдём давай Расставим Чтобы он у нас был Потому что осталось Три баночки Ткань купили Ткань это хорошо 595 долларов Я думаю мы купим С вами сегодня Этот Как мне написали Зачем тебе кофемашина Кофемашина для дополнительной Прибыли Здесь как бы Всё в долгосрочной Перспективе Лишь играет роль А не Завтра мне Начнут приносить прибыль Так бы всё и работало В этом есть ещё Конечно реалистичность Этой игры То что Оно сразу Ни хрена не работает То есть Ты берёшь сначала Покупаешь А потом уже Думаешь Как тебе с этим жить Вообще То есть Как бы Как бы Знаешь Ты покупаешь Кофемашину И она начинает Окупать себя Только через какое-то время В реальной жизни Как бы только так Потому что Если бы так всё было Просто То есть Завтра бы она тебе Там в два раза Больше прибыли Приносила Чем она Ну Чем она стоит То Так не работает То есть Соковыжималка Себя скорее всего Уже окупила И да Ты До этого Зарабатываешь Там Условные 200 долларов В день После покупки Соковыжималки Я начал зарабатывать На 26 долларов Больше То есть Я могу и дальше Там Откладывать Откладывать Там Бобов Нет У меня есть бобы Подожди Бабы Клажаны Бобы Вон там Лежат Ой Хороший Привет Молоко Ты дальше Ну Дальше можешь Откладывать Там Да И зарабатывать На 26 долларов Меньше Чем мог бы Но Ну Тогда ты будешь Зарабатывать На 26 долларов Меньше А так Ты покупаешь Тратишь все деньги Но зарабатываешь На 26 долларов Больше И накапливается У тебя эта сумма Явно быстрее И соответственно Ты можешь купить Еще что-то Там Тоже самое Эспрессо Машину Эту Или как он там Называется И Зарабатывать Еще больше Но у меня Конечно Бобов нет Понятно Я думал Почему-то Что они у меня есть Но ладно Купим Съездим Купим В этом нет Никакой проблемы Сейчас у нас Есть деньги 595 долларов И время Только час Время только час Но у нас нет Бобов Масло Чай Кстати Чай Есть у нас Масло Почти Кончилось Собачий Корм Почти Кончился Сосиски Вроде Есть Это что Это что Такое Молоко Да Да Это молоко Мороженое Кончилось Вафли Заканчиваются А я Жего купил Это позже Ясно Ясно Ну Давай тогда Поедем Затаримся Что ли Я не знаю Потому что Потому что Почему Потому что Заправку Скоро Нужно Будет Осуществлять Вот это Грустно Это Огромные Траты Мы конечно Сейчас Сэкономим 60 долларов На жрачке Но От этого Сильно Мы больше Не заработаем Ну Заработаем На эти 65 долларов Больше Так Нет очищающего Спрея Говорит нам Кастомер И мы Его покупаем Потому что Мы его купили В предыдущий В предыдущий раз Но Так как Игра Очень Четкая Она взяла И решила Меня застрять И еще и сохранилась Как-то странно И получилось Что я Оказался Дома Утром Но с половиной Покупок И без денег Абсолютно Почти Спрей Моющие средства Умягчитель Ткань Маслом Маслом мне нужно Обязательно Потому что Масло Масло У нас Кончилось Почти Ну что Такое Кончаются Также Вафли И мороженое Знаешь Наверное Как обидно Он покупает Все это дело Понимает Что он Это все Не съест Сам А придется Ему Это все Продавать Ну и Ничего страшного Поесть В следующий раз Правильно Правильно Я так считаю Вот думаю Надо Тунца нам Покупать Или нет Шампунь Мы не Покупали Шампунь Мы не Разгружали Значит Шампунь Мы В этот раз Не заехали Ой Не купили Не сохранилось С шампунем Все вместе Вот это Мы не будем Покупать Потому что Это трата денег Огромная И его Почти Никто Никто Не жалуется На него Даже если Один Кто-то Пожалуется Но ничего Страшного Немножечко Мы снаглели Конечно Но Уж Ничего страшного Не случится Ни с кем Из-за того Что мы Просто-напросто Заедем Ну Заедем В магазин На машине Ну ничего страшного Беда какая Знаешь С кем Не бывает Шампунь Шампунь Вот сюда Вот мы поставим Да шампунь У нас нет Поэтому Не зря мы Накупили Очищающий Спрей Хочу Поставить Сразу Чтобы был Хоть один И шампунь Тоже Давай Пусть один Хотя бы Достоит Вот эту ерунду Давай поставим Вон туда Для рук У нас тоже Закончились Мыло Для рук Масло Масло Давай поставим Вон туда Но Зачем я взял Его В руку Я не понял Я ошибся Я не на ту кнопочку Нажал Что у нас Во втором пакете Масло Ведро Для мороженого Ведро Для мороженого Тоже Почти Кончилось Давай поставим Второе Пойдем Масло Выложим Чтобы все Было У нас В наличии Бобы 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 Поставим Масло Поставим Вообще Все Отлично Все У нас Есть Ну За исключением Мяса За исключением Арбуза И Еще Какой-нибудь Там Больших Пачек Отбеливателей Молока Так В целом То у нас Полный Ассортимент Чипс Сейчас Выложу Давай Ставить Вот так Поровнее Чтобы было Красиво И да Отвечаю На комментарии Про то Что я могу Ставить Там Как угодно Что угодно И где угодно Я знаю Я просто Хочу Чтобы Мне все Красиво Стояло Потому что Я не знаю Что у меня Здесь вот Соусы Стоят С баклажанами С этими И с тунцом И вон там Вот стоит Чипс Кола И Это вот Апельсины Я же Это прекрасно Понимаю Просто Я Стараюсь Как-то Хоть более-менее Ровно Раскладывать Что-то Да Сейчас Я Накосорезил Ну как Накосорезил Чуть-чуть Чуть-чуточку Наложил Все в кучу Но В целом В целом Все равно Все осталось Красиво Я все-таки Считаю Что нужно Купить Торговый Автомат Потому что Потому что У нас его нет Потому что Мы можем его Купить Сколько он Стоит Семьсот Пятьдесят Семьсот Пятьдесят Это не так Много Я думаю И Он наверное Будет Хоть Ну хоть Долларов Сорок Приносить В день А если он Будет Сорок Долларов В день Приносить Это Ну существенная Сумма Для того Чтобы Для того Чтобы быть Существенной Короче Она нам Поможет Эта сумма Вот Так Там еще Пять штук Поэтому Мы не будем Все Выкладывать Мы Положим Коробку Вот сюда Очищающий Спрей Давай Наставим Очищающих Спреев Ты голоден Не можешь Бежать А Это Шампунь Что ли Да Понял Это шампунь Куда я его поставил Или его продали Уже Скорее Всего Его продали Единственное Что нервирует Это Вот этот Вот Звук Урчащего Живота Но Это Можно Потерпеть За 65 Долларов В день Знаешь То есть Это Не так Критично И не сдохнет Самое главное Главное Чтобы он Не сдох Вот и Все А если Он не Сдохнет То Как бы Мне Вообще Все Равно Главное Чтобы не Сдох Не той стороной Что ж Такое Расставим Вафли Сейчас Немножечко Кривовато Конечно Но Что ж Поделаешь Вот Красивенько Расставляем Чтобы Все Поместилось У нас Надеюсь Хрен Все Не поместится Поместится Конечно Куда ж Денется Ох Куда это Он поместил Ты его Чипсов Чипсов Нет Чипсы Кончились Почему-то Огурцы Никто не покупает Че тебе Не хватает Что тебе Не хватает Нет Мяса Зачем тебе Мясо Не нужно Тебе мясо Глупси Не занимайся Больше Мы выходить Из машины В Магазине Не будем Потому что Это Чревато Последствиями Застреваниями И всем Подо Всем таким Подобным Чипсы 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 Надо расставить Тунца Продал Смотри Вообще Отлично Все идет Вообще Только так Обычные Чипсы Есть Чипсы Есть Обычные Я покупал Кучу Чипсов Откуда Они делись Чипсы Р Только Есть Чипсов Р У меня Тоже Там Стоит Нормальное Количество А вот Обычные Это Чипсы Где Ну Видимо Нужно Будет Купить Видимо Нужно Будет Купить Чипсы Обычные Потому что Чипсов Р У нас Много А вот Обычных Маловато Одна Кешью Надо Купить Потому что Кешью Тоже Вон Видишь Как Расходится Тунца Кешью Чипсы Что Здесь Еще Сладкую Кукурузу Пойдем Купим А положим Потому что Нужно Положить Иначе Сейчас Закончится И все Как раз Сейчас Коробочку Опустошим Ну Давай Туда Вон Поставим Вообще Отлично Все Красота Бургеров Нету Еще Фри Нету И Нету Соли Почему Ты На Это Не Жалуешься У 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 На Торговый Этот Автомат Но мы Купим Его Завтра То есть В завтрашний День Чтобы у Нас Хватило Денег На Содержание Нашего Продавца Чтобы Хватило Денег На На Что Чтобы Просто Были Деньги Чтобы Не в ноль Потратиться А чтобы У нас Был Запас Какой Какая Подушка Была Чтобы Мы Могли Ее Пустить В оборот Опять же Закупиться Там Или Что-то Еще Сделать Покупай Все самое Дорогое Дружище Смотри Еще 44 Доллара Казалось бы Обслужил Все По-моему Три Клиента Ну да Голодать Это тоже Очень Хорошо И Хорошая Стратегия Еще Можно Пешком Ходить Домой И Экономить Деньги И На Закупку Ходить Пешком Но Это Мне кажется Пути Мазохистов Потому что Ходить Пешком Когда Ты Голодный Это Ужас Можно Конечно На эти Деньги Купить Мопед Сейчас Он Стоит 600 По-моему И Кататься На Мопеде Чтобы Не Тратить Время Но Также Он Я думаю Тоже Имеет Статы Все Вот Эти Те Самые Что И Машина И Обслуживание Его Выйдет В копеечку Я думаю 850 долларов Хватит Нам Чтобы Купить За 750 Торговый Автомат И Жить Дальше Спокойно Эта Ночь Нет Кастомера Велкам Нау Продал За 10 Доллар Автоматную Пасту И Вообще Отлично Завтра Прихожу Домой 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 В этот В магазин И Покупаю Торговый Автомат Возможно Начну Переносить Прибыль Сразу Не знаю Почему Я решил Купить Именно Торговый Автомат Ведь Можно Купить Например Мопед Или Можно Купить Я не знаю Можно Много Че Купить У меня Все Так Уже 842 Доллара Можно Например Закупиться По-нормальному В магазине Все Закупить Чтобы Повысить Прибыль Но Мы Повысим Прибыль Пока Что Торговым Автоматом Посмотрим Сколько Он Приносит И Если Нет Мы Его Продадим А мы Хрен Его Продадим Да Нельзя Его Продать Это Не как Предмет В Инвентаре В Инвентаре Его Нельзя Убрать И Соответственно Нельзя Продать Это Плохо Это Плохо Я Не пытаюсь Бежать Я Либо Забыл Ставить Открытый Магазин Либо Он Закрывается Ночью Потому что Двери В доме Закрываются Ночью Автоматически То есть После того Как ты Поспишь Они Закрываются И все И как Хочешь Так И живи Ставим Торговый Автомат Давайте Где он У нас Вон Он Поставился И Сколько Он Будет Нам Приносить В день Сейчас Засечем И Будет Нам Счастье Будет У нас Счастье Будут У нас Деньги Которые Будут Приносить Нам Соховыжималка И Торговый Автомат И Я думаю Пойдем И в Плюс Кстати Да Утром Когда Просыпаешься Голодный Он Не С самого Начала Перестает Бегать То есть Можно В самом Начале Бегать Ну Кто Не Подойдите К Торговому Автомату К 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 Ладно Подойди Газировку И Докупи Ну Как-то Обидно Получается Хоть Сам И себя Покупай Что Поделаешь Никто У меня Не покупает Пока В Торговом Автомате Ничего Не Такая Мгновенная Прибыль Нужно Немножко Подождать Меня Конечно Выводит То Что Я Не Могу Бегать Я Привык Бегать И Хватать Там В целом На Два Дня 65 Долларов Это 30 В день И Блин Даже Не знаю Может Поесть Все-таки Сходить Или Еще Что-то Сделать Просто Ходить Пешком Прям Это Муторно Муторно Очень Вроде Заработок Есть Вроде Идет У нас Все В гору И В целом Как Смотри Никто Еще Не Жаловался Уже За Всего За Час Всего За Час Заработалось 107 Долларов 107 Долларов И У меня Уже 200 Долларов На Моем Кошельке А это Уже Очень Много Ну То Бишь Не Очень Прям Много Но Нормально Нормально Закупку Даже На Какую Никакую Хватит То Кеш С Чипс Я Могу Купить И Бананов Могу Купить Еще Написали Что Можно Что У девушки У какой-то Сделала Она Себе Из Подручных Средств Которые Были У меня В инвентаре Которые Я продал Комнату В магазине Оборудовала И Сделал Там Туалет Ванную И Кровать И Живет На работе То есть Я конечно Понимаю Можно Наверное Было Так Сделать Я просто Пробовал Кровать Поставить Здесь Она Не Ставилась Может Может Я Что-то Делал Не Так Но Можно Конечно Попробовать В следующей серии Взять И Перенести Кровать Из Дома Сюда Ну Будем Мы Как-то Продавать Что-то Из Из Этого Из Торгового Автомата Или Нет Почему Он Не Приносит Прибыль До Сих Пор Вот Можно Ноутбук За 155 Продать И Все И В гору Все Пойдет Даже Считание Не смогу Оплачивать Понимаешь Даже Считание Нельзя Будет Без Ноутбука Оплатить Это Прям Несправедливо У меня же Есть Телефон Зачем Мне Тогда Нужен Телефон Давайте Покупайте У меня Все Что Есть Наверное Никто Не Ожидает Увидеть В этой Серии Покупку Торгового Автомата Но Что же Я могу Сказать Я Сам Не Ожидал Я У меня Спонтанно В голову Идея Пришла Поэтому Че Че Не Ругайтесь Купим Все Что Здесь В этой Игре Есть Я Думаю В следующей Серии Мы Сможем Уже Купить Даже Даже Что Можем Купить Даже Можем Купить Бизнес Какой Не Бизнес Я так Понимаю Можно Купить Только С читами Потому Что Без Читов Бизнес Какой За 7000 Покупать Вообще Нереально Элементарно Нереально Потому Что 7000 Накопить Это Прям Нужно Долго 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 Играть Прям Правда Долго Давайте Ждать Когда У нас Продастся Что-то Из Торгового Автомата И на этом Мы Закончим В целом То Все Как Так Вот Наш Покупатель Наконец Пришел 18 Долларов Приносит Это Чудо Машина И 750 Долларов Она Эти Будет Отрабатывать Если 18 Долларов За раз Хотя Два Раз 360 750 20 Дней Будет Отрабатывать Это Кофемашина Этот Торговый Автомат А 20 Дней Это Очень Много Ну пока Я ждал Здесь Продавалось У нас Целых 254 Доллара Поэтому Как бы Прибыль То есть И Дела Идут В горы Давайте Мы Сохранимся Я Забегался Сохранимся Уши Болят Уже От Наушников Давайте Прощаться До Следующей Серии Всем Спасибо За просмотр Ставь лайк Подписывайся На канал Поделись Видео С друзьями Прокомментируй И До встречи В новом Видео В новой Серии Пока